Давайте перейдем к рассмотрению третьего вопроса Изучение передового опыта по вопросу создания видео лекций Причем не просто рассмотреть Для нас будет очень важным его практическое освоение для своей учебной дисциплины Для изучения этого вопроса желательно воспользоваться разделом нашего курса Наиболее интересные примеры демонстрирующие методику и технологию создания видео лекций Посмотрите пожалуйста эти ссылки Сформулируйте свое собственное впечатление Как вы увидите некоторые фрагменты вызовут у вас очень благоприятные впечатления Иногда не очень Попробуйте их сформулировать на форуме нашего курса Мое мнение о возможности создания видео лекций по моему предмету Исходя из моего анализа просмотренных этих и других материалов Я хотел бы выделить два существенных момента в работе преподавателя Момент первый Эффективность затраченного труда Ее надо рассматривать с определения количества видео лекций И продолжительности каждой из них Такого норматива в природе не существует Но для каждого лектора может быть определен свой личный норматив Выполнение которого был бы заинтересован сам автор Так вот, чтобы у преподавателя возникла мотивация по созданию видео лекций Необходимо обеспечить превышение объема получаемых результатов над его трудозатратами Я бы назвал это золотым правилом успеха видео лекций Начнем с результатов и рассмотрим только основные и только в общих чертах Возможный результат первый Авторам электронных изданий предлагается возможность зарегистрировать разработанные учебные ресурсы В научно-техническом центре информрегистр Которые в соответствии с федеральным законом об обязательном экземпляре документов Выполняют функции федерального депозитария электронных изданий Второй возможный результат Это то, что разработчик учебного курса может получить для своего учебного пособия Гриф УМО Такой гриф присваивается в том числе и электронным изданиям Для обучения по дисциплинам, установленным примерно основной образовательной программе Установленным ГОСВПО Установленным образовательным стандартам, утвержденным университетом Имеющим право на реализацию образовательных программ На основе самостоятельно образовательных стандартов И учебному такому изданию может быть присвоена категория Электронный учебник или электронное учебное пособие Следующий возможный результат Это публикации в научной электронной библиотеке e-library.ru Другой возможный результат Это весьма высокий коэффициент учета индивидуальной нагрузки преподавателя При создании видео лекции Также возможна реализация или продажа электронных учебных пособий Следующий результат Чисто практический Это один раз подготовленная лекция Может использоваться преподавателем на занятии Как вспомогательный материал, что облегчает его работу на занятии И другие результаты В том числе и выполнение учебных пособий По договорам, в частности для Центра дистанционного обучения Каждый из этих результатов мы можем обсудить также на нашем форуме Мое мнение о возможностях создания видео лекции по моему предмету Теперь рассмотрим трудозатраты Разумнее всего исходить из характера предметов Формы обучения Очная, заочная И уже имеющихся в распоряжении у студентов учебных ресурсов Это текстовые лекции, учебники, методические пособия и так далее На мой взгляд, для любой формы и технологии обучения Имеется в виду традиционное, дистанционное Так вот, достаточно иметь несколько наиболее важных лекций Причем по наиболее сложным темам Каждый из которых может длиться столько, сколько посчитает сам преподаватель Не обязательно дублировать полностью свой курс или учебное пособие в этой видео лекции То есть это может быть какой-то короткий обобщающий материал Главное это изложить в записи то, что исходя из опыта тяжелее всего дается студентам Какие-то основные, базовые, наиболее сложные разделы В этом случае можно рассчитывать на то, что студент получит возможность досконально изучить такой материал А преподаватель может не только использовать такие учебные фильмы на своих занятиях Но и рассчитывать на более глубокое освоение учебного материала студентами Детальное обсуждение эффективности создания видео лекций по критерию затраты результаты Также лучше обсуждать для каждого отдельного случая отдельно Но в целом, для подготовленного лектора такая работа будет являться высокоэффективной Момент второй, психологический Волнение перед камерой Оно может быть в значительной степени снято Если у вас перед глазами будет находиться текст Или опорный конспект лекции, который вы излагаете Раскрою секрет Полишинеля Нет ничего сложного говорить, глядя в камеру Если за ней находится нужный текст В этом случае создается ощущение того, что лектор говорит в глаза слушателю без готового текста Остается только с выражением его прочесть И самое главное, помните, чтобы снять ваше волнение, ваши переживания Любую вашу видеозапись всегда можно перезаписать или записать по отдельным фрагментам